После того, как я прочел воспоминания об этих несчастных, я чувствовал, что мое сердце от тоски хочет разорваться на части. И вот так, по-видимому, около первого часа ночи состояние моего духа совершенно изменилось. Тоска сменилась какой-то необыкновенной жалостью ко всем христианам. Мне было очень и очень жалко всех христиан. И жалко мне их было потому, что вся наша современная христианская жизнь, как мне казалось, есть страшный ужас и хаос, какой-то чудовищный кошмар. Мне представлялось, что христиане – самый несчастный люд, обреченный жить в какой-то непросветной зловещей тьме. Всюду христиан окружают одно ужасное зло. Особенно ярко мне представлялась злополучная двойственная их жизнь. Я ни на чем так не останавливал свое внимание, как именно на этой двойственной жизни христиан. В самом деле, нужно только хотя на одну минуту оторваться от привычного взгляда на жизнь, как вдруг, при виде ее такой, какая она есть на самом деле, приходишь в неописуемый ужас. Уже одна эта двойственность в жизни христиан говорит очень много о том, что христиане – самые несчастные в мире страдальцы и мученики. Это страшное явление в жизни христиан. Скажу смело, что от начала существования мира еще никто из смертных не переживал этой ужасной, непримиримой двойственности в своей жизни, какую переживают христиане. Она заключается в следующем – христиане в одно и то же время, как бы раскалываясь на две части, принадлежат и самому Христу, и князю мира сего. Христос беспрекословно требует, чтобы христиане, как его собственность, как цена его святейшей крови, всецело исполняли исключительно его единую святую волю. Поскольку же государственно-языческое правительство мира сего также требует от христиан, чтобы и они беспрекословно исполняли их правительственную волю. Христос, как живой христианский Бог, требует от христиан в их христианской жизни цельных христиан, которые бы служили Ему, как своему единственному Богу, и служили бы Ему всем своим существом без малейших остатков. В свою очередь и государственное правительство требует, чтобы и христиане служили Ему до последней капли крови. Христос от своих христиан требует, чтобы они принадлежали, как граждане не от мира сего, Его Небесному Царству, и не только бы принадлежали Ему. Но взамен существующим на земле царства мира сего с их многомиллионными войсками и залгавшейся вечно кровавой бесчеловечной политикой и смертоносной насильнической властью, чисто божественным, святым и мирным евангельским путем, Здесь, на земле, создавали бы Царство Христово, как новое, вселенское, божественное царство. Точно так же и государственное правительство требует от христиан, чтобы они под страхом смерти, с кинжалами и пушками в руках, распространяли и закрепляли антихристианскую государственную жизнь во всей вселенной, убивая и подчиняя себе слабые народы. Христос даровал христианам свой закон, Святое Евангелие, в частности, на гурную проповедь, для того, чтобы христиане, кроме этого Христова закона жизни, ни в коем случае не имели других законов, и ими не руговодились в своей христианской жизни. То же самое и государственное правительство вручает и христианам свои языческие законы, вплоть до воинского устава, и всячески нудит христиан, чтобы они в своей жизни исключительно жили и руководились этим языческим законом. Вот в чем скрывается самый страшнейший мировой трагизм всей христианской жизни. Отсюда рождается, развивается и растет неслыханное язычество, полное ужаса и всякого зла. Так, тогда думая и душевно жалея христиан, я в своей комнате в ту ночь нервно ходил из угла в угол. Мне очень хотелось узнать, есть ли какой-нибудь выход христианам из этой страшной, двойственной их жизни. Долго я над этим думал и никак не мог ни на чем остановиться. Куда ни ткнусь своей мыслью, везде я вижу одну железную, непроницаемую стену. Несколько раз я останавливался и на самой церкви, и каждый раз я видел, что и современная церковь – это один из винтов в государственной машине. Думал я и о католической церкви, и она мне показалась слишком оязычившейся и слишком далеко ушедшей от Христа, и я не мог на ней остановиться. Впрочем, в настоящее время какая разница между государственной жизнью христиан и церковной? Не одно ли это и то же? Жить государственной жизнью или церковную? Ведь в настоящее время нет никакой границы, разделяющей церковного христианина от государственного. Как те, так и другие представляют из себя проводников, открытых проводников чисто языческой антихристианской жизни. Несколько ночей подряд я думал, есть ли для христиан, наконец, какой-нибудь выход из этой кошмарной, хаотической двойственности в их жизни. И вот, после больших усилий, к своей неописуемой радости, я, наконец, пришел к положительному результату своих мыслей. Да, выйти можно, выход есть. Выход этот состоит только в сверхгосударственном евангельском соборном братстве христиан, основанном исключительно на началах евангельских, богосуновных принципах жизни. Кроме такого братства, другого выхода нет и никогда не может быть для христиан в существующей жизни, полной адского горя и страшного трагизма. Я лично убежден, что всякое государство с его языческими законами и общественной жизнью совершенно исчезнет с лица земли, если осуществится такое христианское братство. И вот, когда возникнет такое святое евангельское братство, тогда тотчас же и загорится новая заря, вестница восходящего яркого солнышка в новой христианской жизни на земле. О, как желательно, чтобы такое братство как можно скорее осуществилось в мире. Действительно, такое братство могло бы собой заменить языческое государство. Правда, для того, чтобы такое богосунование Христового братства возникло, прежде всего должна быть неумолкаемая проповедь, призыв всех христиан к строительству такого вселенского Христового братства. Этого мало. У этих членов братство должна каждый раз быть искренняя и пламенная готовность и умереть за Христа. Я думаю, что начало христроительства такого всемирного евангельского братства не только воскресит прежнее христианское мученичество, но и как никогда прежде государство будет поголовно истреблять таковых христиан, выступающих в качестве членов в это всемирное Христово братство. Но ведь самое мученичество христиан и будет самую необходимую силу этого братства. Ведь чем больше несокрушимой базы будет братство иметь своих мучеников за Христа, за его евангельское, богосуновнее, моральные принципы жизни, тем это братство будет в себе иметь более и более нескончаемую и непобедимую прочность и вечность. Тогда под флагом этого всемирного Христово братства объединились бы и слились бы все христиане в одну стальную бронированную армию Христову, которая, без меча и пушек, одной из своей их святой жизнью и пламенной любовью к людям завоевала бы всю вселенную. На самом деле, почему бы ему не осуществиться? Ведь существуют же всемирные христианские союзы, как, например, христианский студенческий союз, союз молодых людей. Кроме христианского студенческого союза еще существует Лига мира, а затем и Армия спасения. И почему бы не возникнуть и не осуществиться вселенскому всемирному братству христиан, который бы разно всегда вытеснило все христианские, кровавые, братоубийственные, насильнические государства с их круповскими заводами, удушливыми газами, электрической смертью, дурную культурью, публичными рассадниками всякого разврата, преступным пьянством, насильническую, деспотическую властью, преступными языческими законами их жизни, судами, антихристианскими присягами и так далее. Ведь пора уже понять и опомниться всем людям, что спасение людей не в государстве и даже и не в материалистическом экономическом социализме. Нет, это все несет человечеству одну страшную смерть, да еще какую ужасную смерть. Спасение всего человечества на земле исключительно в свободном осуществлении сверхгосударственного вселенского христианского братства, основанного в своей и практической жизни только на принципах Христового учения, в частности, на горной проповеди Христа. О, если бы осуществилось в скором времени такое братство, тогда оно не только бы умертвило в себе все государства мира с их зверскими, кровожадными инстинктами, но оно, как таковое, совершенно переплавило бы в свои евангельско-божественные духовно-химические лаборатории и всю всемирную христианскую церковь с ее епископальной властью и всевозможными каноническими человеческими законами в церковной жизни. Тогда бы эта епископальная власть под воздействием самого учения Христова, осуществляемого жизнью самого такового братства, изменилась бы на смиренное, действительное служение людям и на чисто рабское, практическое, бесплатное служение и пастырское отношение к христианам. И вообще, размышляя о таковом всемирном христовом братстве, могущем заменить собой государство, как совершенно языческую общественную жизнь христиан, я опять перенесся к церковному духовенству. Я думал, что оно могло бы в этом святом деле проявить великую творческую мощь, если бы оно, как представительство Вселенской Церкви, отрешилось от земных интересов, отрешилось от своего Бога, церковного коммерсализма, и пустило бы свои жизненные корни в самого Христа. Ведь тогда за ним бы весь христианский мир потянулся к созиданию сего святого братства. Но я вперед должен сказать, что современное христианское духовенство совершенно мертво, и абсолютно не способно быть в качестве, так сказать, артели духовных мастеровых и строителей такового евангельского всемирного братства на земле. Оно слишком разложилось и прогнило прежде всего постыдным церковным рыночным коммерсализмом и кастовую гордую лицемерную святую самоправедностью. При этой моей мысли о строительстве всемирного христового братства мой денщик отворил дверь, в моей спальне и сказал мне, «Батюшка, вы почему не спите?» «Не могу», — ответил я. «Вы здоровы?» — спросил он меня. «Здоров», — ответил я. «Батюшка», — начал говорить денщик, «я все время думаю и никак не могу понять вас, почему вы месяц тому назад так ответили епископу Евлогию, который вас возводил в Санархимандрита». «Как?» — спросил я. «Да так», — ответил мне денщик. «Вы на его речь сказали следующие слова. Царь наградил меня Митрою, но я боюсь, как бы эта Митра не оказалась бы острой иглой в терномом венце Господа нашего Иисуса Христа». «Как же это нужно понять?» «Милый Ваня», — начал я отвечать ему, «ты знаешь, что я делаю здесь в военное время? Я ведь своими военными проповедями, как военный священник, травлю одних христиан на других. А ведь это все ложится на мою совесть, и я за всех вас, солдатиков, дам ответ перед Богом. Митру же я получил вот именно за эти кровавые свои военные проповеди. «Ты знаешь, мой милый Ваня, как только я надеваю эту Митру на свою голову, то я чувствую, что из-под нее льется на меня человеческая кровь». «Эх, мой Ваня, Ваня, как я буду за свои грехи отвечать перед Христом?» «Истинно, истинно говорю тебе, если бы рядом со мною поставили Иуду Искариотского, Каиафу, Нерона, Иоанна Грозного, Чингисхана и других мировых злодеев, то все они вместе взятые далеко, далеко перед Богом оказались бы чище, светлее меня, величайшего грешника и служителя алтаря Христова». «Почему вы, батюшка, таким грешником себя считаете?» спросил меня Денщик. «Очень просто», сказал я ему. «Они, если грешили перед Богом, то грешили почти полусознательно. Я же грешил и грешу совершенно сознательно. Так вот, Ваня, я уже тебе не буду говорить о своей прежней торговле Христом, не буду говорить и об ужасной преступной военной своей травле одних христиан на других. «Я тебе скажу еще и о том, в чем ты никогда не подозревал меня. Так слушай же, ты, мой милый друг, знаешь божественную литургию?» «Знаю», ответил Денщик. «Вот эта-то божественная литургия тоже страшно меня мучает. Она мучает меня прежде всего потому, что в ней нет ни одной молитвы и ни одного прощения в Ектиниях, где бы мы, священнослужители алтаря Христова, не обогатворяли бы всякую власть мира сего, не обогатворяли и самих владык, имущих эту власть, и не обогатворяли всякого рода богатых и знатных мира сего. Что же касается рабочего класса, обездоленного класса, неимущего, бедного, мы о них не молимся. «В наших богослужебных молитвах нет им места, тогда как в древних литургиях древние христиане молились не только о рабочих, бедных, сиротах, вдовах, болящих, страждущих от духов нечистых, но даже молились и о заключенных в тюрьмах и рудокопах и так далее. Но это не все. Кроме всего, мой друг, совесть меня мучает за нашу литургию еще и потому, что я не читаю вслух всенародно ее дивные евхаристические молитвы. Я как священнослужитель этим ограбил народ Божий, лишил христиан прямого, живого отношения к этому величайшему таинству Евхаристии. Тогда как на самом деле я не должен ни одной молитвы скрывать от народа и читать тайно. Если сам Христос ничего не скрывал от своих апостолов, если Он сам в первый момент установления этого в таинство вслух перед всеми учениками произносил богословление своему Отцу Небесному и в эту торжественную минуту открыто молился перед своими учениками, то какое же право имею скрывать я, величайший грешник, от вас эти молитвы и читать их тайно от всех верующих во Христа? «Ах, Ваня, так мы, пастыри церкви, далеко-далеко ушли от Христа, от Его жизни и Его любви к людям, так далеко ушли мы от Него в нашей кастовой, исторической гордости и лицемерной самоправедности». Что как-то становится за себя страшно и жутко. В самом деле, хотя бы опять взять те же самые евхаристические молитвы литургии. В древние времена все они читались вслух и христиане им повторяли. «Теперь мы, пастыри церкви, читаем их кое-как, себе под нос, шепотом, а иногда и пробегаем их машинально, с пятого на десятое, и только одни от них окончания выкрикиваем вам, точно какой-то магический, непонятный набор слов». И вот потому наша литургия стала суха, безжизненно, в ней нет ни пророческого огня, ни духовной, живой и пастырской сочности. Но и это еще не все. Самое главное, что в нашей православной литургии соблазняет меня и страшно отталкивает от нее. Это во время великого выхода, поминовения имущих власть мира сего. Знаешь, мой милый Ваня, всякий раз, как только я служу литургию и в тот момент, когда выхожу на великий выход и поминаю всех имущих власть мира сего, в это время я реально переживаю то, что я в этот страшный литургийный момент снова как бы мучаю и убиваю самого Христа. Такое сильное чувство возникает во мне каждый раз во время служения божественной литургии, потому что этот великий выход знаменует собой самый страшный момент страдания и голговской смерти Христа от государственной и церковной власти Рима и Иерусалима. И вот, страшно подумать, в этот самый момент, вроде наглой насмешки над самим Христом и кончунственного отношения к Нему, как к небесному Царю, я как священнослужитель и вершитель таинств в Церкви произношу гордые языческие титулы сильных мира с их, конечно, собственными именами. Этим произношением за божественной литургией в этот страшный момент я просто насмехаюсь и ругаюсь над Христом. Ругаюсь и не только насмехаюсь над Ним, но прямо категорически я ставлю самому Христу в обязательство, чтобы Он ту же самую власть мира сего, от которой Он пострадал и которая Его некогда распяла и доселе распинает, по моему требованию, как своего служителя Церкви Христианской, принял бы к себе в свое царство небесное и властолюбивых сильных мира сего со всеми многочисленными военными армиями, как Христолюбивое воинство зачислил в свиту своего небесного величества. И вот, повторяю, когда я каждый раз совершаю божественную литургию, то при великом выходе чувствую и представляю в себе, что я выхожу не с чаши в руках, нет, а с тяжелым молотом кощунства. И всякого рода насмешек, издевательств над Иисусом Христом, которого в этот страшный момент я распинаю и до смерти убиваю. Батюшка, перебил меня деньщик, «А как же апостол Павел говорит, что всякая душа добудет покорно высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены, посему противящиеся власти противятся Божьей постановлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение» в Римлянам 13 глава 1-2 стих. Из этих апостольских слов видно, что всякая власть от Бога, и мы должны ей подчиняться и поминать ее в своих молитвах. Знаешь, мой друг, Павел, хотя и был великий апостол Христов, но он был все-таки человек, а у нас, христиан, единственный наставник для всех стран и веков наш Господь Иисус Христос. «Последний так говорит о власти. Цари господствуют над народами и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший и начальствующий как служащий, ибо кто больше, возлежащий или служащий, не возлежащий ли, а я посреди вас как служащий» Лука 22, 25-27. И вот, мой друг, смотри, Христово учение о власти совершенно опрокидывает учение о ней апостола Павла. Я скажу правду, что прежде это учение Павла о власти всегда ужасно страшило и смущало меня. И смущало оно меня потому, что оно не только не согласуется с учением Христа о ней и даже не только враждебно евангельскому учению, но что ужасно и прискорбанно, так это то, что на этом павловском учении о власти повис весь ужас мирового государственного и церковного зла. Впрочем, я не думаю, чтобы это учение вылилось из самого сердца апостола Павла. Сам Павел никогда даже и не думал, что христиане на его учении воздвигнут целый мир всякого зла. Впрочем, в таких случаях, как этот, оправдание священным писанием общественного зла вовсе не зависит от самого священного писания или от его духа. А вот такие пастыри и учители церкви, как я, изверг и все подобные мне, в угоду сильных мира сего всегда с полицейским тактом выщупываем в священном писании, где бы в нем найти те или иные темные места, для того, чтобы ими было возможно оправдать всякое общественное зло и каждый злой поступок и каждое злое дело государственных и церковных заправил нежную рукой виноградаря, точно молодую виноградную лозу привязать к этим местам священного писания, чтобы эти злые поступки сильных мира росли, крепли и приносили обильнейшие плоды всякого несчастья и греха, как лично им, так и всему человечеству. Сказав это, я замолчал. Да, батюшка, тихо сказал деньщик, все это мы сами чувствуем и нам временами становится тяжело на сердце. Я ведь, батюшка, не даром стал напиваться до пьяна. В иную пору такая найдет на тебя тоска, хоть прямо удавливайся или стреляйся. Отчего это так бывает на душе? Оттого, что мы отвергли Бога и живем точно звери. Ваня заплакал и замолчал, а я оделся и опять отправился так как меня опять слезы стали сдушить сильно. Мне было тяжело смотреть на своего деньщика. И вот, когда я отправился в лес, я опять почувствовал в себе страшный прилив отчаяния. Мне в это время казалось, что такому, как мне, грешнику, нет милости от Бога. И когда я вступил в самый лес, то, смотря на деревья, я как бы чувствовал, что каждое деревцо как бы говорило мне «Ты антихрист, ты человеко-убийца, ты палач человеческих душ». И в это время мне было тяжело, тяжело на душе. В скором времени после этого мне предстояла поездка по другим частям войск, так как кроме службы моей и в школе прапорщиков мне часто приходилось в то время отправляться по частям из своей ополченской бригады. Эти части находились в разных местах при охране железных дорог Юго-Западного фронта. Однажды, во время таковых моих поездок по охране железных дорог, я увидел немецкий аэропалн с черным крестом внизу. Через несколько минут он начал делать уклоны вниз. Это был момент, когда он бросал бомбы из продольной конечности черного креста. В это время и мне вспомнились знаменательные слова четвертого века «Симпобедиши». Когда я вспомнил эти слова, я чуть не обезумел от ужаса. Ах, при одной мысли о том, что в это время было со мною, перо выпадает из моих рук, и мне хочется плакать и рыдать. В этот страшный для меня момент было какое-то со мной мгновенное неописуемое перерождение. Это был такой момент в моей жизни, когда меня как личности не было. Я как бы в самом ужасе умирал, разрываясь на мельчайшие частички, которые куда-то исчезали, уничтожались, и меня не было, а был один страх и один ужас. Потом, в мгновение ока у меня возникли новые чувства, новые мысли, новые мировоззрения, новые взгляды и над самого Христа, новые отношения к Богу и вообще новые отношения ко всей окружающей меня мировой действительности со всеми ее ценностями. С этой поры на государство я стал смотреть как на самого злейшего говорга Христова, а на современную церковную жизнь как на сплошную открытую измену Христу и на большую часть духовенства как на такую историческую касту, которая преемственным путем протяжении тысячелетий, начиная с иудейского Синедриона через Иуду, отпавшего в учениках Спасителя, в уплоть до наших дней во имя государства, во имя национальности, ради сытой беспечной жизни, ради человеческой славы, ради честолюбия, ради власти, богатства, ради своего церковного коммерсализма, ради своей лицемерной гордой самоправедности и вообще всех земных ценностей, без конца все новое и новое Голгофе подвергает Христа, и бесконечно и беспрестанно повторяет над Христом то же самое, что единственный раз совершил над ним иудейский церковный епископат. И вот, теперь стало мне понятно, почему духовенство и все его сторонники из этой земной жизни гонят Христа в область загробной жизни. Теперь только мне стала ясна вся историческая истина 10 главы от Матфея. Теперь я наконец понял, почему в нашей жизни есть место Марксу, есть место Энгельсу, есть место Дицгену, Лассалю, Каутскому и вообще всякой человеческой накипи, и только одному христианскому богу нет места в его нагорной проповеди. В этом больше всех виноват опять-таки церковное духовенство, то есть мы, а я первый. В самом деле, у нас принято, что всякий маломальски образованный человек нашего века непременно должен знать все теории социальной жизни, и не только знать, но и изучать, ценить и передавать их посредством социальной науки, посредством школ из поколения в поколение, из рода и только один мировой законодатель и духовный социалист с самой совершеннейшей, счастливейшей жизни на земле, Христос всеми забыт, всеми сознательно отвергнут. О, если бы этот христианский безумный мир хоть на минуту отрезвился бы от своего всегда его опьяняющего зла, и на деле в самой своей жизни когда-нибудь сумел бы сравнить учение Христа со всеми лучшими социалистическими теориями, и если бы он хотя бы одну нагурную проповедь сравнил, объективно сравнил со всеми тяжеловесными грудами книг по социализму, то он как не безумен и как не опьянен злом, он все же бы понял, что у человечества есть только один благодетель, Христос со своим учением и единственно лишь на стороне Христа есть истинная и счастливая реальная жизнь всего человечества. Если бы меня спросили что же по-твоему все существующие теории социализма сравнительно с учением Христа в частности с его нагурной проповедью, я бы положительно ответил учение Христа жизнь, учение социалистов всех социалистов смерть и смерть самая жестокая, самая ужасная, самая насильническая, штыковая смерть. Христа